Пятый элемент Не знаю, о чем подумали вы, а речь пойдет о битбоксе, пятом элементе хип-хопа. Это форма вокальной перкуссии, в которой человек подражает звукам драм-машины. Насколько это определение соответствует истине, я надеюсь сейчас выяснить у Вячеслава Силаева, который более известен как Слафан. Он, между прочим, чемпион Москвы и вице-чемпион России по битбоксу. Слава, не обманули. Здравствуйте. Все правильно представили? Все правильно. Между прочим, мы работаем в прямом эфире, и наш телефон 508-86-84. Слава, не могу не спросить, такие высокие титулы, чемпион, вице-чемпион, как были заработаны? Это был чемпионат России по битбоксу, где я взял второе место. Было участников 100 с лишним человек, и все-таки получилось у меня, и я взял второе место. А обидно было, что не первое? Побитбоксить. Хорошо, сейчас побитбоксим. Ну, Слав, я бы первое место отдала, потому что я так точно гибею. И думаю, что большинство наших телезрителей тоже вряд ли так смогут. Слав, ну вот определение битбокса мы сейчас дали. Что это такое, собственно? Битбокс – это имитация звуков, с помощью которых ты делаешь музыку. А именно ты делаешь своим ртом. Язык, горло, нос, даже нос. Все это присутствует. Именно из этих элементов мы делаем музыку. А звуки исключительно ударные или все-таки какие-то другие инструменты тоже можно? Разные, разные звуки. Кто как умеет имитировать. Кто-то даже придумает свои звуки, которых вообще не существует в природе. Читала я, что есть битбокс, там даже вокальные какие-то партии могут быть. Конечно, есть. А как сочетать? Получается, вокал акапелла, потому что звуки никакие другие сдавать не можешь. Как оно выглядит? Это все это делается одновременно пою и битбоксю. А вот нам сейчас можно что-нибудь с вокалом? Давайте попробуем. С вокалом я, правда, не певец, но что-нибудь попробуем. Вот так вот это выглядит. Ну, это было что-то типа, не знаю, рэпчика какого-то такого. Но я так понимаю, что ты всегда импровизируешь? Ну да, в основном всегда импровизирую. Ну, есть, конечно, какие-то заготовки, но в данный момент нужно заниматься, чтобы побить еще кого-нибудь в чемпионате России, который пройдет 28 июля в Лужниках. Участвовать будешь? Обязательно. Ну, у тебя, насколько я понимаю, завтра кажется другое важное событие в жизни. Да, завтра у меня вручение дипломов и закончил колледж искусств в Химках. Специальность у меня гармонист я, на русских народных инструментах играю. Вот, отбарабанил 4 года, пойду теперь дальше. Сочетать гармонь и битбокс получалось? Получалось. И как, Слав, доволен? Ну, это, конечно, надо практиковаться, больше заниматься. Ну, это круто. Надо просто как-то реально взять и сделать это. Вот, Слав, да, говоришь, всегда импровизируешь. Ну, наверняка бывают такие моменты, когда вот такая умная Маша, как я сегодня, Женя, просит, Слава, изобрази-ка ты нам что-нибудь. А вот, ну, нет вдохновения. Ну, вот, ну, что-то как-то ничего в голову не приходит. Как выкручиваешься, используешь вот те самые заготовки или какие-то секреты есть, чтобы себя так немножко в форму... Даже не знаю, вот, всегда у меня есть вдохновение. Битбокс это вот мое, я им живу. Всегда есть вдохновение, всегда есть в голове мысль, как импровизировать. Главное не сбиваться. Музыки больше слушать надо. А какую музыку? Больше люблю рэп. Слушаю рэп. А так, конечно, я люблю послушать и всякую классику, всякие там танцевальную музыку, всякие там попсовые песни. Ну, в общем, все нужно слушать для развития битбокса. Вот ты, молодой человек, очень современный, да, битбокс, ну, в принципе, да, это прошлый век, конечно, но, скажем так, его конец появился, да, примерно так. А хип-хоп тоже, ну, достаточно новое явление относительно там чего-то другого. И гармонь. Вдруг. Да, вот как-то я из олдскула и гармошка, и битбокс, и все, вот, стараюсь как-то сочетать все. Многие, ну, скажем так, взрослые люди, ну, взрослые не в смысле, да, в паспорте у них там цифра большая написана, а с таким взрослым мировоззрением, с таким неким предубеждением относятся к хип-хопу. Ну, что это такое гангстерское, не очень хорошее. Вот с таким вот отношением сталкивался, пытался как-то бороться. Именно вы про битбокс сейчас спрашиваете. Ну, да, но битбокс сейчас хип-хопа, ведь никуда не денешься. Ну, да, но, конечно, битбокс, это немножко совсем другое. Хип-хоп, это все-таки больше к рэпу. Битбокс, это все-таки шоу. Это удивляет каждого человека, потому что он спрашивает, как ты это делаешь, как ты можешь делать ртом такие звуки. Рэп, это понятно, а речитатив, некоторым просто он не нравится. А битбокс, он нравится всем, потому что это реально шоу. Ну, хочется сейчас чуть-чуть шоу. Еще шоу. КОНЕЦ Слава, только что Олег учил нас локингу. Локингу уверена, что к тебе часто обращаются, слушай, ну, научи, ну, так классно у тебя получается. Чего говоришь? Как учиться-то надо? Что нужно делать? Ну, для начала нужно выучить три основных звука. Первый звук – это бочка. Оно звучит так. Вот. Второй звук у нас называется хай-хэт. Это буковка С. И самый последний звук, он самый такой, наверное, тяжелый. Это буковка П и Ф. Мы его делаем так вот. Мы уже умеем делать три звука. И мы пытаемся сочетать какие-то зарисовочки, какие-то разные стили музыки. Например. Также мы делаем и хаус какой-нибудь. После этого мы уже начинаем придумывать какие-то разные звуки, вроде таких вот. И начинаем сочетать с этими же тремя звуками вот эти всякие различные звуки, которые человек, в принципе, может сам придумать или у кого-то скопировать. Получается что-то вроде... Слав, вот я слушаю и я понимаю, что вот мне чисто теоретически очень интересно было бы это попробовать. Но чувствую, что мой предел это ванной, закрывшись, включив воду где-то возле зеркала. Стесняюсь ужасно. Вот как это стеснение преодолеть? Ну, я даже не знаю, как вам это объяснить. Вот я тоже поначалу стеснялся. Это все практика. Чем больше на сцене, тем меньше боишься. Как-то все равно рано или поздно стеснение проходит. Если реально этим заниматься и этого хотеть. К тому же, наверное, если уже это стеснение поборешь, то потом в жизни ничего не страшно. Ну, может быть, но все равно иногда что-то бывает страшно. Значит, ты тоже все-таки стеснялся от начала? Конечно. Всегда. Вот видите, дорогие телезрители, если чемпион Москвы, вице-чемпион России тоже стеснялся и сумел это преодолеть, занял какие титулы, скажем так, иметь, то, в общем-то, и мы с вами тоже сможем. На дне молодежи, Слав, разные жанры были. Даже рок тебе удалось изобразить. Вообще-то, насколько диапазон широкий, чего изобразить нельзя? Можно все изобразить, абсолютно все. Вот, абсолютно все можно изобразить. Я думаю, что сейчас у многих возник вопрос, а рок-то, собственно, как будет слышаться у твоего исполнения? Ой, рок, ну попробуем. Это молодежь попросила, насколько я помню, из зала выкрепила. Это самое тяжелое, потому что это же хип-хоп элемент. Это, да, очень-очень противоположно. Что-то вроде этого. Вот это был рок в исполнении битбоксера. 508-86-84, наш телефон, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Евгения. Евгений, очень приятно. Вы не хотите присоединиться к числу битбоксеров? Я хотела задать вопрос. Вот просто интересно. Как далеко ваш собеседник готов зайти ради славы? Спасибо. Спасибо большое, Евгения, за ваш интересный вопрос. Слава. Ну, вообще, я это не ради славы делаю. Мне это просто нравится. Я живу битбоксом. Я уже об этом говорил, и мне это нравится делать. Мне нравится дарить хорошее настроение зрителям. А я люблю получать от них такой адреналин, который прям меня заставляет еще больше заниматься этим битбоксом. В общем, насколько получится, настолько и уйду. А вот есть какие-то там, скажем, может быть, принципы, через которые ты не готов переступить? Готов через все. Вот там, ну, скажем, такие вот прям совсем-совсем друга предать, вот такое громкое, пафосное. Нет, нет, нет. Я справедливый. Все по-честному. Все по-честному, да. Люблю честность. Слав, а соревнования как проходят? Наверное, какие-то батлы или это? Правильно, правильно, батлы. Сперва проходит отборочный тур. И 100 человек отбирают 32 человека. По-моему, да, 32. И уже начинают пары. Батл, получается, человек на человека по два выхода по полторы минуты. После этого выходит 16 человек, после этого 8. В полуфинал 4 человека и в финале 2 человека. Вот так вот тяжело проходит. Надо долго сидеть, ждать там. Вот эти два человека, они должны изобразить что-то похоже или совершенно неважно, кто из них что изобразит, судья оценит? Судья должен оценить. Должна быть оценка зрителей все равно, чтобы зрителям нравилось. Оригинальность. Очень важно сейчас в наше время для битбоксеров, чтобы звучало оригинально. Вот, кстати, насчет обучения, да? Вот ты сейчас нам показал эти основные звуки. А у многих нет такой возможности с кем-то поговорить? Пример взять в интернете, наверное, да? Можно какие-то материалы раздобыть. Очень много сейчас вышло в интернете, на ютубе. Можно посмотреть уроки по битбоксу. Также кто-то преподает битбокс. Кстати, скоро откроется школа по битбоксу от Вахтанга. Я там буду преподавать. Так что записывайтесь. Будем учиться битбоксу. Битбокс – это замечательно. Люди у нас в стране, согласись, креативные. Во всех направлениях. Тележурнал «ЖЖ» в прямом эфире ОТВ. Наш номер 508-86-84. Звоните, делитесь своими впечатлениями. Сдавайте вопросы Слафану, битбоксеру, достаточно известному. Слав, немножко отвлечемся от битбокса. Вот сейчас парад колясок был. Как? Очень здорово. Креативненько. Конечно. Очень приятно, что есть такие мероприятия. А вот ты чем-то еще, скажем так, занимаешься, кроме битбокса? Что-то творишь, создаешь, чем-то увлекаешься? Да, я пишу музыку. Я очень люблю писать музыку. Я люблю играть на гитаре, на гармошке. В общем, все люблю по музыке. Как-то вот творить чудеса. Но это в детстве появилось? Или как-то уже более позднее время? Да, это все с самого детства. И битбокс тоже начался с самого детства. Что там, я в Ване начал всякие бум-бум-бум-бум делать. Конечно, никто не думал, что это зайду далеко с этим битбоксом. Но все-таки вот так вот получилось. А родные, близкие поддерживали? Или так, ну, думаю, сейчас перебесится, да успокоится. Господи, пусть занимает. Все поддерживали. Особенно мама меня всегда поддерживает. Конечно, это все началось, наверное, от моих двух старших братьев. Они тогда слушали рэп, ходили в широких штанах. А я маленький, я смотрел, и мне это нравилось. И там были пару битбоксеров. Ну, они сейчас уже не битбоксят, но я вдохновился. Я и до сих пор вдохновленный хожу. А братья с широкими штанами расстались? С широкими штанами расстались. Один уже женился. Другой пока еще нет. Слав, ну а как ты думаешь, занятие битбоксом в дальнейшей жизни не будет мешать? Потому что мы-то женщины такие, знаешь, нам зарплату давай, дома дела делай. А тут и выступать надо, и, ну, скажем так, у творческих людей все зависит от, ну, скажем так, погоды. Есть работа, нет работы, никогда не угадаешь. Ну, вообще, как вам так сказать-то? Помягче, да? Я и делаю то, и то, у меня все получается. Я и помогаю родителям на даче, там, и сено у меня, там, девушке своей помогаю, тоже на огороде. Домик строим потихоньку, и даже успеваю вот как-то ездить выступать. Конечно, выступления у меня нестабильные. Хотелось бы, чтобы они у меня были стабильные, чтобы больше их было. Но вот надеемся и ждем, что вот какой-нибудь звоночек меня всегда улыбнет. А что обычно хотят те, кто просит выступления битбоксера на своем празднике? Они либо хотят просто шоу, некоторые хотят, чтобы я показал мастер-класс по битбоксу. В общем, все очень по-разному. Кто как захочет. У каждого свои намерения, у каждой свои корпоративы. Очень разные выступления у меня были уже. Очень много разных. Самому какую-то запомнилось? В комедии клави выступал, очень понравилось. Я люблю, когда публики много. Прям вот, чтобы на меня вот так вот смотрели. Контакты глаза в глаза, не боишься? Нет, не боюсь. Потому что, например, были мы на одном мероприятии, там выступающие, в том числе и девочка-певица, помню, жаловалась. Зал маленький, говорит, выступать тяжело, потому что вот прям глаза в глаза и как-то очень не по себе. То есть у тебя такого страха нет? Нет. Я люблю, наоборот, чем больше народу, тем круче. Ну, сегодня народу у нас много сидит перед экранами. Выступим? Окей, сделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Слава, было великолепно. Говорили мы о том, да, когда у тебя вот это вот все началось, а как, допустим, Майкин, кем хотел стать? Да вы знаете, я всегда почему-то любил музыку. Я уже с пяти лет играл на гитаре. Родители не музыканты? Музыканты. Да действительно, почему ты любил музыку? Ну, они у меня самоучки. Мамка на гитаре играет, папа тоже немножко играет. Ну, все пошло от старшего брата. Он у меня гитарист, он меня учил всему этому. И вот как-то я уже хотелось мне вот больше играть. В семье гитаристов вырос гармонист. Да. И битбоксер. Слав, а вот, скажем так, наивысшее достижение, к чему стремишься? Стремлюсь. Хочу именно, чтобы работа у меня именно была в стиле битбокса. Я люблю вот ездить, это так интересно бывает. В один день, два выступления, успеваешь туда уже, нужно ехать туда. Очень интересно кататься вот по Москве, там. По России, по миру. Хочу тебе пожелать кататься с твоим любимым делом. Слава, как ты думаешь, чтобы, ну, я так понимаю, в твоем воспитании большую роль как раз сыграло вот это увлечение родителей гитарой, родителей брата. Чтобы воспитать в ребенке любовь к музыке, при этом не убить ее потом, отправив его в музыкальную школу, что нужно сделать? Как заниматься, как себя вести? Главное, чтобы это нравилось. Если ребенок не хочет этим заниматься, его не нужно заставлять. Некоторые родители просто заставляют и отдают их. Сиди, учи, и все. А ребенок просто этого не хочет делать, и он не будет этим заниматься дальше. А мне это нравится, поэтому я и занимаюсь дальше. Это замечательно, что... Тележурнал «ЖЖ» в эфире ОТВ. Наше время подходит к концу. Слава, спасибо за интересную беседу. Спасибо тебе за то, что продемонстрировал нам сегодня свой талант. Последний разочек. Что-нибудь лирическое, наверное, на прощание. Хорошо, что-нибудь сейчас сделаем. Слава, спасибо за просмотр! Спасибо большое всем. До свидания. Спасибо большое, Слава. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Ну, а напоследок лучше сказать, что все-таки мне кажется, что каждый человек в чем-то талантлив. Но, к сожалению, не все почему-то свой талант могут раскрыть. А открыть в себе что-то новое никогда не поздно. И, например, мне уже 75. Это не причина, это отговорка. В эфире ОТВ был тележурнал «ЖЖ». Увидимся скоро. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»